всем привет дорогие друзья вы на канале смотри учись своя миша игор и сегодня у нас джим парк вновь будет играть на свинчике как и говорил в последнем ролике джим парка надо почаще записывать то что всегда экспериментирует прикольные билдаки у него хороший стиль игры агрессивно очень душой просто играет мы таких игроков обожаем соответственно джим парк на свинчике на топ-1 керри патча ну по крайней мере в топ-3 входит что там всякие герокоптеры свены вообще в каждом паблике эти герои мелькают очень сильны вот ну и любой там хайп и т.с. или про игрок просто говорит что слен что самый лучший керри патчу потому что его несколько патча подряд запали все очень круто так совпало что идеально в мету вписался тут будет интересно билдочок как я уже искал через бф против фуриона на котором кстати прошли игры которые вы смотрели джим парка предпочтной команде был сеп и в этой тоже будет сеп причем сеп будет играть на всем сигнатурном фурионе 30 тира вода на этой линии спорт и вышел все нажимает так что будет интересно посмотреть так это тут причем связка от же игроков смотрите тут на линии майн-контрол который сейчас вот же играл на дремлиге последний и все кто который сейчас вот же играет на четверочка забавно будет за этим понаблюдать линия не самая простая должна быть все таки теперь силы веков должен резать тем более это еще но два проигрока а у свена но джим парк и просто пабер 500 ранга даже интересно мне кажется они должны проигрывать это линию что противников прям агрессивная тоже связка героев вот но посмотрим мы собственно учимся играть на самом шоке репатча 734 c свинчик например режим парка вот и если вот вы вдруг не знаете как пополнить баланс стима есть один очень хороший совет хочешь пополнить баланс стиме чтобы купить русы против ящеров но не можешь есть решение в виде сайта купи код самой низкой комиссии на рынке пополнение происходит быстро и безопасно в несколько кликов так как сервис не запрашивает никаких данных кроме логина тут можно авторизоваться с помощью телеги или века и получить 50 рублей а для зарегистрированных пользователей действует постоянный кэшбэк на каждое пополнение через купи код также можно пополнить казахстанские аккаунты для таких аккаунтов доступно больше игр а удобный калькулятор сам посчитает тенге по актуальному курсу ну и не забывайте про розыгрыш грядущий payday 3 ссылочка будет в закрепленном комментарии и описание удачи всем привет варлок фуриона действительно не боец тем более когда такая разница в уровне игры тебя винар на прионе как-никак зарядил себе уже десятку стеков на средства скинет ли или вы туда содержать скинет все-таки предварительно переложив все ветки совсем не ленится какие героям разводные что тимбер штофорен и варлок уже второй скил прокачал здесь третий не сыграть вообще никак на но не пока что хорошо внесли в принципе по своим прессам не проседает удивительно что тимбер так сильно сильно лицо теряет так и вот стать пошел нападение на варлока по 3 уровень тимбера прокачал цепочку кстати хорошо на варлоке мансит вообще шикарно и от телепортов равно заман силу и от тимбера ну такое ощущение что им прям чуть-чуть осталось на этой линии и стоять уже будет невозможно ай-яй-яй ну классика фуриона топор нажимаешь какое-то левое дерево прорубилась как обычно и все и смерть хорошо этого героя еще понерфили чуть-чуть но все равно вообще такой канцер конечно он там по пингал чтобы варлок ему дерево прорубил на варлок не не с реагировал обидно немного на принципе сейчас на фулл лесах опять же у него очень много крипов для такой линии 19 ситов это шикарный результат вот реально потерпит в лесу идет там камбэк нет все учи чего благо герои фармит очень быстро камбэка хорошо из то что есть сплэшик так этот сплэш он еще и дэмэдж и от не все знают но что этот сплэш дает также силу с прокачкой на последнем уровне 8 силу 8 силу это 8 дамажа для северка тоже такой приятный момент и кстати очередной свен с птшкой нам это два любителя фейсов и помню недавно один из нас подытожил что все файсы мета на птшка значительно дешевле и значительно больше бонусов сам начале дает поэтому я часто выбираем сейчас опыта начали покупать больше приоритете без и мелькают но под которым гораздо чаще как вот на химико каком-то тоже там что тут что там герой такой силовой человек и у которого проблемы с армором однако нет свой на нету проблем с армором начали но в общем вы поняли и там это вот птшка начали покупать в общем если не есть проблемы с армором варкрай как никак и дешевле 100 тысяч лет тем более лес ты не всегда под варкраем фармишь если могут сэкономить и пешку особенно к домам нажимаешь пока да тут еще те могут диспелить этот варкрай патушками 10 инвокер 30 тира причем и это в акции как раз фокер то есть он будет нажимать торнадо снимать третий скилл свой на возвращаемся после паузы реконектно все тут main control причем все его ждут никто паузу не отжимал ты китая винар все его уважают он удивительно что теперь прям на ему было дискомфортно это линию стоять он прям проседал по хп на удивление хотя она там себе взял кольцо взялся пассивку однако все равно у него постоянно хп было меньше половины линию на себя по итогу вообще держал да прям удивляет так и в мамочек принципе ничего нового на сегодня сейчас какую бы ты игру не играл тебе нужно обязательно купить мам саблю один предмет дает тебе скорость атаки вы все очень сильно увеличивает лайфарм другой предмет я самое главное дает манаре ген двойная . тоже очень круто когда у тебя просто 500 дамажа с руки может чуть ли не не шотить героев под ультимейтом вот и будущем можно еще и закрыть что мальчик можно разобрать купить сатаник butterfly какого-нибудь условный что и собственно сабельку машин гарпун закрыть тоже по кайфу на своеме две ситуации у тимбера были неприятные первое это когда он ценой огромного количества ресурсов а убил с вами свинку ловы вернулся прицелом варлоки то еще 2 где все обходят телепорт сделал на варлока проще и без маны стоял на линии без телепорта без возможности быстро слетать на базы обратно ничуть агрессивность за тимбер продажей он тут то ли во вору просил полететь на ультимейте то ли конку тэпнесса убить имбиро трампинговал учетника не помог воларе без ульта потом ульт был на тот момент сейчас уже добиться там apg мне показалось и раскрыться посмотрел да еще даже не прокачана ульта действительно чекунку просил так и кстати с ней травкой очень повезло с парков краш то падение травка пачу однозначно дэмэш и куча армус края но не сравнится с подорожником конечно подорожник это наше все подорожник приоритете всегда у хорошо что он курьера с мамом не убил на температуру это было бы досадно очень не так часто кстати видим а свенов которые два скиллпоинты сейчас мимо кливо оставляют зачастую видим аж 3 скиллпоинты мимо кливо себе уверен ё-моё что я сейчас видел интересно кунка их фармить кунка их фармить а реально пинка нам говорит братишка оставь мне пожалуйста в ленин реальных фармить на кунке ну ладно пугает немного что у противника все прям очень хорошо у них три нет ворса в топе находится там по четыре пятьсот три персонажа имеют у свенчика вот валоры как-то маловато у нее четыре смерти кунки тоже так себя но сейчас он через таки камбэк нет возможно чуть получше будет игра не самая простая противника преимущества по нет ворсу киллов тоже у них побольше будет забавная попытка с тимбером похитаться от севан гард на тимбере взял и забор здесь видимо сейчас накажут сонечка зачем он так обозлился на этого тимбера ну хотя смотри пуджаус мог убить это так возможно же лежит у него есть лотус ножа умом теперь пошел на характере бить свой ну айфриона и какой же он агрессивный это шок жалко правда никто помочь не может ничего себе совсем кунка недоволен ну и кстати кто паузу не отжимает тоже обратите внимание ну а тип но у патлинговал нажал паула начал раме мультику пункты просто . нажать и языком так есть так и закачал на него и паузы как и типа это отвратительно от этого никому не будет кунка по итогу на нервах ты пешнулся просто чтобы от него отстали и сдох я думаю если бы не пауза не типа он вы сыграл бы поспокойнее живы сейчас был и так темпы с войны все еще неплохой как же он у него разозлился если тысячный ранг там и кунки и никнейм что у него мутно 168 часов на кунки сейчас часто когда этот паблик играю всегда забавит как люди сейчас на миникарте просто общаются и потому мут мут дается людям и они просто на миникарте рисуют интересный такой способ коммуникации нынче я думал пишут на миникарте напишут рисуют пишут на реплее кстати нельзя на миникарте писать вроде бы когда в лаве игры смотришь можно только спроса она видно когда кто-то что-то рисует от на реплее почему-то нет такого я я про то что я не могу рисовать от него да когда в лаве смотришь вроде бы можно рисовать или все-таки можно видеть на реплее хочет я уже не уверен а по моей памяти нет помоеваем с ним просто видим как курсором возят кассати не помню один человек порисовал становись у вас гораздо быстрее фарм идет просит поставить сын трючок под инвокера что стремно если инвокер в гастролке придет анализиста трючок один есть а мне такое чувство что он не ждал подстраховки поначалу но потом уже четыре герои на времена карте показались и успокоился ну что меньше выглядела как будто окружает он опять покупает гарпунчике не первым слотом как и на химике просто он этот предмет видимо обожает зато фурион умрет ты паут ему недоступен но как же обидно блин на секунду просто не успел а походу наши заблоченные вот сейчас пытаюсь понять что там да там еще заблочено вот о чем он говорил на свете разблочить ему иншентов сейчас он обнаружит а он сам себе купил центре команда что-то отказывается ему помогать сам себя центре поставил сам себя желтый поставил тебе дал же себе откуда-то на покерах не видел на интервью чем парк он говорил так позже продолжит меня принесет это мало рассеевит на развороте скинул молоток если тиммейт успели заперстить свой на поиск сср еще и тимбера уничтожил блин прикольно покажу он активный парень насколько хорошо чувствует ноги думаю не решились бы на тимбер упаковать прочувствовать дэмэш тимбер очень тяжело и с ним не играешь еще сестре там два желтых морда купил джим парк вот на интервью говорил что но у него спрашивали типа почему раньше у тебя не было таких результатов как сейчас почему там тебя не был про команде что там изменилось вот он говорил что она раньше прям супер токсичным был в пабликах сейчас он это проконтролировал сейчас он меньше токсичным стал но все равно кому по моему проглядывается отголоски остались до выходил кстати на линию положил перед этим вард на землю что противники не прокликали наличие вижена у него на лоу рангах это фишка бесполезно на х рейтинге этим занимаются постоянно и дают спокойно качать древних уже очень долгое время разочек его отзвонили но там был настолько приятный файт что ничего страшного барион это же между сделан был за фармом не практически готова бкбшка у них ждем еще достаточно хороший они даже без гдс могут это ворошана убивать и кстати очень интересно какой талант возьмет на шестнадцатом уровне на пятнадцатом брай таланты не стал не так у кстати взялся 3 вам парфянкс редко это не травку видим хотя порой вот это не вижу очень прикольная штука что дает 500 напомним движение сколько 300 300 нормально порой прям прикольно очень залетает особенно если там на герой и спалой все с руки еще по выселиться можно там видимо выбор был такой себе во втором тиллер если он эту таро если он эту не про вкусом что нас война по идее хватает вампиризма капец как желтон реально дэмэдж чувствует там он кстати взял на клифф против фуриона видимо еще важный момент когда ты без бкбшки не можешь зайти файт на сцене талант на гдс не так хорошо выглядит мы каждый раз на своя нет но это же рассказали но нейтралки вот этой во втором тире есть один большой минус ты выбиваешь ее там на 18-0 две минуты это нет vision работает потом он еще работает две минуты пока до нее бишь 30 тир если не дает момент что большую часть времени тира большая часть времени тира этот день думаю это нейтралка была бы гораздо популярнее сколько же раз на же этот гарпун реализовал супер по кайфу работает от stinker капитан команды без коз говорил еще почему не джим парка взяли вместо киева ну я даже сказал что очень агрессивный плейстайл им как раз такой игрок и нужен был амбициозный агрессор и вот реально видно по его насколько же он активно играет мне прям очень нравится он постоянно драки навязывать что-то пинкует что-то пытается придумать никогда на месте ему не сидится она идет просто всех выносить так а вот бфчик собственным само собой бф на сегодня первыми сватами не покупают против урона третьим четвертым слотом самые оптимальные и по и слишком обязательный предмет предметом на своя на то есть это mom сабелька там бкб то же самое либо там же опционально blink вот а бфчик вот он порой оптимально третьим четвертом слотом конкретно против урона вообще шикарному таких куча смотрели там от я таром вот он точно так же там при этом такими сотами закупал всегда просто к этому моменту пора уже отказывался от топора не хочется же бегать с приметом за 100 голды в инвентаре поэтому в принципе заградить бф против урона конкретно это нормальная тема и помните дэмэджа нас форм увеличат топорик у тебя будет в инвентаре за которое не стыдно маны регены всякие тоже никто не отменял пока бы кстати нажал на свой на тут нападение на него планировалось ночью там среагировал я не читал комментарии подписал баком кстати там насколько все весело или ты еще даже не читал конкретно под брестал баком страшно было чихать я не могу удержаться я побежал прямо сейчас читать комментарии под брестал баком давай всем приходи на ровно пишет в этот раз он подготовился на свои заранее пришел вообще-то даже видеть заруну вражескому кору может быть рабочей схемы потому что речь о двух тысячах xp по сути если мы говорим про 14 00 ты рунишь руну которая дала бы противником 1000 опыта два раза по 500 и сам получаешь 1000 опыта два раза по 500 за тебя платят чуть меньше 1000 опыта в районе 500 золото на момент зоны причем бочек настолько ранее потому что он ценит стики играет против инвайкера и с одной стороны хочется сначала купить что-нибудь еще а потом уже в последний слот топорик грейдить но сперва взял бочек чтобы последним слоте лежал этот предмет который им она брать фильм пешки восстановит не будет играть без блинка по поводу руны да тут однозначно это выгодно если ты именно украл рону это вообще шикарно саппорты там даже на первой самой руне 7 минуте спокойно идут жертвовать собой чтобы попробовать и украсть вот а когда рону там на 14 там 21 там xp еще больше это однозначно выгодно даже если ты умрешь ну вот главное не этот самый худший исход это если ты не смогу взять руну и на филе вот это конечно печально ты же не так что много комментариев на тему промаха пультимейтом я думал будет шутки смеху очки вот только и стикер из рекламировал все он он их сразу же продал оказалось бы на из выбитые из положишь стики просто продал я в рюкзаке они сколько лежали в ожидании когда бфчик соберется 18000 творца практически 20 уровень также обнул есть талант на армор армор как раз в этой игре пригодится есть там и севчик тот же самый на севин мне кажется максимально неприятно в своя на играть очень сложно настолько много дэмэджи найти по своему дофига армора дофига хп мне кажется просто не может перебить не как с вами да и свой носится 550 на это контроля нет ну и на свет или fire тоже не купишь иногда раним или firems в на контряду разом может пить просто шар а там не травты на месте наши минус половины лица за попытку убийц пятерку пжа у нас это минус сверху с этим-то трича творит гарпун омп у канала тигр о дожжал стану двоим его броса шаром пейджа формы заселили рампа еще считаете что rampage насколько он все шикарно нашел просто жесть и кстати ревиза лбф реализовал талантный клип то что он сейчас билку с плашом и просто в моменте из-за вот этого шикарного файта сейчас чуть ли не игру можно закончить что забавно выглядит да игра там очень равная была и просто за счет этого замеса удачного противники ресус не успеешь полу базы точно потеряют на чайки раз купил против этого же сэфа плюс пуш потенциал может очень становится 2 вечная проблема на своем не сейксом хочется поскорее чтобы слава освободился нагоним на фроне зарутил а ты из кунку бы кстати даже не думает помогать решил пока гдс и нет подвинуть топ он кстати же война не боеспособный не представляет каким чудом он выжил с реагировал бы кбф торнадо нажать а если это что рассчитывает актер в опросе снято наш просчитывает свой счет без гдс и без бкб могу даже зафокусе как его серчика выкукали но не вообще тормозов нету будет повернулся видимо крест и база горбонич есть для какая же офигенная играла давно такого не не смотрели чтобы настолько люди активно играли совсем вместе захотелось похвалить аегис ну что он жизнь спас этом думаю с обумом все это время лежал в интере то есть бы не пригодился возможно даже 30 секунд до пятерых противников на 30 секунд до гдс а интересно можете кто заману восстановить ему а сам себе восстановить ступа аута под крестом насколько прекрасно выглядит закуп варлока нам тоже люблю к этому варалка приходится на сапе когда приходится играть чисто савар купить под кора своего как же чувствует без комментариев то просто бараки бы долбился это время это бкб нажата очень поздно идеально сыгранный урон рассчитан до последнего удара и хук прочитан все великолепное забыкунку не зипал не было под греу видимо но крайне редкая картина когда она пойдем на 12 минуте ставится паузу на союзника на 29 трона уже нет но и всем окроме он слышал про него слышал в жизни очень добрый то есть они один раз играли против команды рамзеса вот и я пандус на пандус вот на пандус проиграли им и паркер потом подходил поговорил что вы хорошо играете не расстраивайтесь спасибо за играть и получил очень добрый мужичок ну кстати реалистично звучит да действительно многие люди гораздо злее чем в реальности но и всем огромное спасибо за просмотр если видео понравилось обязательно ставьте лайки и мир вам